Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые студенты, ординаторы! Сегодня тема презентации спинальной анестезии. Основы метода. Ну, почему именно основы метода? Потому что сама тема спинальной анестезии очень обширная и, конечно, она может занять много часов. Поэтому эта презентация предназначена в основном для студентов, чтобы они знали об этом методе анестезии. Давайте посмотрим на цели этой презентации. Первая цель – это дать определение, что такое спинальная анестезия. Мы затронем вопросы классификации, вообще всех видов анестезии. Вторая цель – показать преимущества спинальной анестезии, показания и противопоказания к спинальной анестезии. Третья цель – анатомия в области пункции. Мы коснемся вопроса физиологии спинальной анестезии и также разберем, какие существуют иглы для спинальной анестезии. Четвертая цель – препараты для спинальной анестезии и адюванты, так называемые. Цель пятая – процедура выполнения спинальной анестезии. Шестая цель – возможное осложнение спинальной анестезии. И седьмая цель – это ранний, послеоперационный период после спинальной анестезии. И будет в конце заключение по всей презентации. Ну, давайте дадим определение спинальной анестезии. Сразу хочу сказать, что я буду использовать термин спинальной анестезии, хотя есть еще термин спинно-мозговая анестезия. Это, по сути дела, одно и то же, но мне более привычно использовать термин спинальной анестезии. Спинальная анестезия – это метод центральной нейроаксиальной анестезии, который выполняется путем введения небольших доз местного анестетика в спинно-мозговой канал. В скобочках синонимы – в суборахноидальное пространство или интратекальное. В некоторых учебниках, книгах пишут спинно-мозговой канал, в некоторых книгах пишут суборахноидальное пространство, в некоторых книгах пишут интратекальное. Это все одно и то же. Это все одно и то же. Просто используются разные терминологии. Прежде чем мы перейдем непосредственно к спинальной анестезии, я хотел бы напомнить. Классификация вообще всех видов анестезии, она, конечно, условная, но, тем не менее, давайте мы ее разберем. Вот на этой таблице вы видите, что таблица разделена на две части. На левую часть и на правую часть. С левой стороны у нас местная анестезия. То есть, чем она отличается, местная анестезия от общей. Местная анестезия это без выключения сознания происходит. К местной анестезии относится поверхностная анестезия. Например, сразу скажу, где она используется. Например, в глазной хирургии, либо в лорхирургии может использоваться, когда раствор анестетика наносится непосредственно на слизистые оболочки. Второй метод местной анестезии это метод введения анестезирующих веществ прямо в ткани. Ну, методом просто инъекции. Так, например, сюда можно отнести метод ползучего инфильтрата по Вишневскому. То есть, послойно вводится раствор местного анестетика, например, на вокаина. И идет рассечение ткани в последующем. Вот это метод местной анестезии. И последний метод местной анестезии это регионарная анестезия. Иногда она называется региональная, иногда регионарная. Оба варианта правильные. Сюда относятся спинальная анестезия, сакральная анестезия, различные блокады. Например, блокада плечевого сплетения, блокада может быть по Лукашевичу, блокада по Кулинкамфу, блокада по другим авторам. Их очень много видов блокад. И с правой стороны у нас общая анестезия. То есть, здесь происходит выключение сознания. Сюда относятся ингаляционная анестезия, то есть, введение анестетиков через дыхательные пути. Второй метод общей анестезии это введение анестезирующих веществ внутривенно. И третий. Третий это комбинированная. То есть, комбинируют и ингаляционную, и внутривенный анестетик. И, конечно, сейчас, в настоящее время используется чаще всего комбинированный метод анестезии. И кроме этих трех методов общей анестезии есть еще внутримышечная анестезия и внутриректальная анестезия. Используется довольно редко, но в педиатрической хирургии внутримышечная анестезия, скажем, кетамином, используется довольно часто при каких-то кратковременных манипуляциях болезненных и внутриректальные то же самое. Общая анестезия может быть у нас с использованием ингаляционных анестетиков, как я вам уже сказал, это, например, с использованием галатана, с эвофлюрана, изофлюрана и других препаратов. Либо с использованием внутривенных анестетиков, таких как пропофол, кетамин и другие. И также общая анестезия может быть с ИВЛ, искусственной вентиляцией легких, и без ИВЛ. То есть мы не интубируем пациента, просто пациент находится на самостоятельном дыхании, тем не менее у него сознание выключено. Вот это надо понимать. Еще раз повторюсь, что эта классификация очень условная. Просто для того, чтобы вы понимали разницу между общей и местной анестезией. Переходим к цели второй презентации. Преимущества спинальной анестезии. Первое преимущество это отсутствие системной токсичности местных анестетиков. Не надо забывать, что местные анестетики, такие как БПБКИН, в частности, ЛИДКИН, они обладают системной токсичностью. То есть при спинальной анестезии мы вводим локально где-то и в небольших количествах. Второе преимущество это отсутствие проблем с интубацией трахеи при трудных дыхательных путях. Здесь тоже все понятно. Третье преимущество это глубокая релаксация мускулатуры в блокированных сегментах. Что, конечно, дает очень хорошую свободу для работы хирурга. Четвертое преимущество это снижение риска тромбоза глубоких вен, конечностей и частоты тромбоэмболических осложнений. Это было статистически доказано. Пятое преимущество это ранняя активизация после операции и профилактика после операционных осложнений. Ну, имеется в виду каких осложнений? Таких как пневмония и подобные. Потому что уже после спинальной анестезии, через несколько часов, уже больной активизируется. И, соответственно, это снижает частоту после операционных тромбоэмболических осложнений. Шестое преимущество это сохранение сознания у пациента во время операции. Например, это важно у роженицы. Так как она сразу видит новорожденного ребеночка и устанавливает контакт с ним. Седьмое преимущество это отсутствие медикаментозной депрессии у новорожденного, что особенно важно в случаях задержки развития плода и при преждевременных родах. И восьмое преимущество, конечно, это снижение стоимости анестезии. Мы проводили исследование. Значит, мы показали, что стоимость спинальной анестезии дешевле стоимость в общей анестезии при прочих равных условиях. То есть, один тип операции, одна продолжительность операции, даже один хирург, допустим, да, снижение стоимости анестезии было в четыре раза. Переходим к показаниям спинальной анестезии. Первое показание это операции ниже уровня пупка. Напомню вам, что уровень пупка это сегмент Т10. Второе показание это акушерско-гинекологические операции, в том числе кесарево сечение. Третье показание это урологические операции. Четвертое операции на нижней конечности, как на сосудах, так и на костях, на суставах, какие-то ортопедические, травматологические операции. И пятое это операции на промежности. Ну, когда мы будем говорить о противопоказаниях, то их делят на две категории. Первое это абсолютные противопоказания. И второе это относительные противопоказания. К абсолютным относятся отказ пациента. Есть такие люди, которые не хотят спинальной анестезии. Второе абсолютное противопоказание это неконтролируемая гиповолемия. Например, шоковое состояние у пациента. Ну, почему так? Потому что, конечно, если у пациента давление, скажем, 80 на 40, а вы еще ему выполняете спинальную анестезию, она сама по себе снижает давление. То, конечно, у вас будет проблема с гемодинамикой. Третье абсолютное противопоказание это отсутствие оборудования для мониторинга во время анестезии и немедленной коррекции возможных осложнений. То есть, какое это оборудование? Это набор для интубации, системы для внутривенного бревания, монитора и так далее. То есть, этим я что хочу сказать? Что спинальную анестезию нельзя проводить неоперационно. Нельзя проводить ее в процедурной, нельзя проводить ее в палате. Тем более, спинальная анестезия может проводиться только в условиях операционной, где имеется соответствующее оборудование и соответствующие препараты для коррекции нарушений гемодинамики. Также к абсолютным противопоказаниям относится риск развития массивного кровотечения во время операции. По той же самой причине, что и первая, да? Неконтролированная гиповолюбина. Пятая и шестая цель это коагулопатия, либо антикоагулянтная терапия. Почему? Потому что, если вы опубликтируете спинно-мозговой канал, конечно, на фоне антикоагулянтной терапии, либо на фоне коагулопатии, там будет кровоизлияние в спинно-мозговой канал. Седьмое абсолютное противопоказание, это септические состояния, а также инфекции кожи в области пункции. То есть, если в области предполагаемой пункции есть какой-то формулку, либо абсцесс, либо флегмоны и так далее, то, конечно, ни в коем случае нельзя выполнять спинальную анестезию, потому что вы занесете инфекцию в спинно-мозговой канал, и в последующем будет у пациента, может быть, энцефалит, может быть, менингит и прочие инфекционные осложнения. Восьмое абсолютное противопоказание, это внутричерепная гипертензия. Ну, здесь понятно тоже, мы повышаем давление, хоть не намного, но мы повышаем давление в спинно-мозговом канале за счет введения препаратов. И девятое, это дистресс плода. Дистресс плода, значит, давление низкое, а вы еще в спинальной анестезии, еще больше снизите давление, то есть, конечно, перфузия плода, перфузия периферических тканей, она будет нарушена при спинальной анестезии. Вот по этой самой причине дистресс плода тоже является абсолютным противопоказанием. Следующее абсолютное противопоказание, это выраженные признаки синдрома авортоковальной компрессии. Ну, здесь, что это за синдром? Такой синдром может встречаться, ну, например, в акушерстве. То есть, большая матка давит на нижнюю полую вену, давит на аорту, и тем самым происходит шокоподобное состояние. Возврат к сердцу уменьшается. Вот, поскольку уменьшается возврат, то выброс уменьшается. Естественно, это шоковое состояние. Ну, и плюс ко всему, если вы сделаете спинальную анестезию, то вы этим самым еще усугубите это состояние. И одиннадцатое, это нарушение ритма сердца, авые блокады, выраженные признаки ваготонии. Когда мы будем говорить о физиологии, спинальной анестезии, для вас станет более понятно, почему это является абсолютным противопоказанием. Теперь давайте поговорим об относительных противопоказаниях к спинальной анестезии. Первое, это эмоциональная и психологическая мобильность пациента. Если пациент плачет, какой-то неуравновешенный, конечно, ему лучше не делать спинальную анестезию, потому что во время операции, может быть, всякие, да, какие-то взрывы эмоциональные, потому что он уже в сознании находится, да, что-то может воспринять ситуацию в искаженном каком-то формате. Второе, это психические и неврологические заболевания, низкий уровень интеллекта, например, олигофрония и тому подобное. То есть человек должен очень хорошо понимать суть выполняемой манипуляции. Если у него, скажем, низкий уровень интеллекта, то, конечно, как вы ему объясните суть проводимой манипуляции. Третье, относительное противопоказание к спинальности, это анатомические аномалии позвоночника. Ну, явные, конечно. Если у человека какое-то туберкулезное поражение позвонков, там, горб, допустим, либо были предыдущие операции на позвоночнике, на спинномозге, там, конечно, могут быть проблемы с распределением анестетика за счет спаек, за счет спаечного процесса. И анестезия может не быть эффективной, я имею в виду спинальной анестезией. Номер четыре, это заболевание сердца с низким сердечным выбросом. Ну, это, как правило, какие заболевания? Это заболевания, вызванные, так скажем, какими-то приобретенными пороками, либо врожденными пороками, такими, как артальный стеноз, стеноз метрального клапана и подобные состояния. Пятое, это тяжелая аномия, некоррегированная. Тоже по той же самой причине, если у пациентки аномия, да, а вы еще больше снизите давление, перфузия и так нарушится. И таким образом это не хорошо. И последнее относительное противопоказание, это неизвестная продолжительность операции и возможность расширения объема операции. То есть у местного анестетика, у него есть предел, так скажем, своего действия, да, он обычно действует в течение там от 90 минут до 240 минут, то есть от полутора часов до четырех часов. Ну, а если у вас вдруг планируется операция на пять часов, на семь часов, то, конечно, ваша местная анестезия, ой, извините, ваша региональная анестезия, ваша спинальная анестезия, она просто к тому времени уже закончится. Переходим к цели третьей, анатомия, физиология спинальной анестезии и иглы для спинальной анестезии. Напомню вам, что спинной мозг заканчивается на уровне L1 или L2, поясничный позвонок, первый или второй, ну, примерно у трех процентов людей спинной мозг может заканчиваться на уровне T12, грудной 12 или L3, поясничный третий. Надо сказать, что даже были описаны в литературе случаи, когда спинной мозг заканчивался на уровне L4, то есть еще ниже. Такие варианты возможны, но они, конечно, очень редкие. На вот этом слайде вы видите сагитальный разрез позвоночного столба, но для удобства взяты только два позвонка. Это тело позвонка, это тоже тело позвонка, между телами позвонков находится диск межпозвоночный, а здесь у нас находятся остистые отростки. Первый остистый отросток и второй остистый отросток. И здесь есть три связки, о которых нам надо знать. Это номер один обозначено. Это надостистая связка, она проходит по остистым отросткам. Вторая это межостистая связка, то есть между остистыми отростками. И третья это желтая связка. Почему нам нужно знать об этих трех связках? Потому что мы их будем прокалывать, когда мы будем выполнять спинальную анестезию. И уже другой слайд, другой проекции, это фронтальная проекция. Кроме этих трех связок, вот надостистая, межостистая и желтая связка. Есть еще две связки. Это задняя продольная связка. Она соединяет задние поверхности тел позвонков и образует переднюю стенку позвоночного канала. номер четыре. И последняя это передняя продольная связка, вот она номер пять обозначена. Она проходит по передней поверхности тел позвонков, от черепа до крестца. Ну почему? Они нам не мешают для выполнения спинальной анестезии. Они нам абсолютно не мешают, но нам нужно знать просто о них, поскольку эти две связки, четвертая и пятая, обеспечивают ригидность, устойчивость, жесткость позвоночного столба. Рост пациента имеет значение при выполнении спинальной анестезии. Введение раствора анестетика в спинальный канал у пациентов маленького роста сопровождается более краниальным, то есть в сторону черепа, распространением анестетика и следовательно более высоким блоком, чем при введении той же дозы препарата и на том же самом уровне более высоким пациентом. Условно представьте, что у вас есть два пациента, у одного рост 2 метра и другой пациент у него рост 1 метр и конечно же тот, у которого рост поменьше 1 метр, то у него введение препарата будет распространяться более краниально. Я думаю, что здесь все понятно. Без пациента значение не имеет для выполнения спинальной анестезии. Про физиологию, если говорить очень коротко, то есть 4 типа нервных волокон, которые осуществляют моторную, сенсорную и вегетативную чувствительность. Вегетативная делится на симпатическую и на парасимпатическую. Таким образом, 4 типа нервных волокон. Моторная, сенсорная, симпатическая и парасимпатическая. Местный анестетик, введенный в субарахноидальное пространство, контактирует с нервными волокнами и блокирует проведение импульсов по ним. Соответственно, блокирование моторных волокон приводит к миорелаксации, блокирование сенсорных волокон приводит к потере тактильной и болевой чувствительности, а блокирование вегетативных волокон приводит к расширению периферических сосудов нижней части тела и, соответственно, гипотонии и брадикардии. Возникает паралич сосудистого русла нижней пупка и увеличение объема сосудистого русла и, таким образом, несоответствие сосудистого русла объема циркулирующей крови. Соответственно, давление падает. Что нам нужно иметь? Какие инструменты для проведения спинальной анестезии? Первое, конечно, вы должны иметь иглу, специальную иглу для спинальной анестезии. Она может быть с интродюсером, может быть, без интродюсера, зависит от производителя. Должны иметь шприцы 5-10 граммовые для препаратов для введения самого местного анестетика. Соответственно, салфетки должны для обработки места пункции стерильные перчатки, растворы местного анестетика бупивокаин, как пример, и одеванты фентанил, тоже как пример. Соответственно, растворы для коррекции артериального давления, симпатомиметики, адреналин или мезотон, и, конечно, растворы кристаллоидные, ну, хотя бы 3-4-5 литров иметь. Игла для спинальной анестезии, наиболее распространенной иглой для спинальной анестезии, является игла квинки. и размеры спинальных игл обозначаются буквой G английской гейдж, гейдж 25-й, 26-й, 27-й, гейдж наиболее оптимальный, но, тем не менее, есть еще ультра-тонкие иглы, это G29, 30, 31, 32. Ну, на вот этом слайде как раз показано. Первое это игла квинки, у нее косой срез, и она является наиболее распространенной иглой для выполнения спинальной анестезии. Кроме иглы квинки существуют иглы с так называемой карандашной заточкой, игла шпрота, игла вайтакера, у нее отверстие находится сбоку, мы ими практически не пользуемся, я их даже и не видел, но в основном конечно игла квинки используется для выполнения спинальной анестезии. От размера иглы зависит частота возникновения постфункционной головной боли. Чем меньше диаметр иглы, тем реже возникает постфункционная головная боль. И при использовании ультратонких игл G29-32 постфункционной головной боли практически не бывает. Но об этом мы будем говорить более подробно в конце, когда мы будем говорить об осложнениях спинальной анестезии. Переходим к цели 4. Это препараты для спинальной анестезии и адюванты. Но поскольку препаратов очень много, то я взял только один препарат для понимания, общего понимания. И в качестве адювантов я тоже взял только один препарат. Это фентанил. Когда мы говорим о местных анестетиках, нам нужно внести такое определение, как баричность местных анестетиков. Что это значит? То есть насколько раствор местного анестетика является тяжелым по отношению к спинно-мозговой жидкости. То есть если у нас раствор местного анестетика изобарический, то это значит плотность этого местного анестетика равна плотности цароброспинальной жидкости. И при введении в спинно-мозговой канал такой изобарический раствор Распространяются равномерно во все стороны, вызывая анестезию сегментов этого уровня. Но кроме них еще есть так называемые гипербарические растворы, то есть тяжелые растворы местных анестетиков. При введении в спинномозговой канал, они опускаются ниже места пункции за счет своей тяжести и вызывают анестезию ниже лежащих сегментов. Как я сказал, я взял только один препарат. В качестве примера это бупивокаин. Он сейчас самый распространенный препарат для спинальной анестезии. Он относится к группе амидных местных анестетиков и большая продолжительность действия его от 90 до 240 минут. Практически от 1,5 до 4 часов может быть его длительность действия. В настоящее время используются изобарические, липогипербарические 0,5% растворы. А в Соединенных Штатах Америки они используют только гипербарические растворы. Необходимо помнить, что бупивокаин кардиотоксичен. Но это, конечно, при введении его в вену. Бывают иногда случаи случайного попадания бупивокаина в вену. И необходимо помнить, что он кардиотоксичен. Но это не имеет большого значения при проведении спинальной анестезии из-за незначительной дозы препарата. И из-за местоведения этого препарата. В качестве адеванта я взял тоже только один препарат. Это фентанил. Но может использовать также морфин, фентанил. Раньше вообще в качестве адевантов использовали много препаратов разных. И адреналины использовали в качестве адеванта. И даже клофелин использовали. Еще какие-то препараты. Мизотон. Есть работа, что мизотон используют. Но постепенно, постепенно все это отошло. И сейчас в качестве адеванта пользуются в основном только одним препаратом. Это фентанил. В США и Европе спинальной анестезии используются только с адевантами. А что они делают адеванты? Они удлиняют, усиляют основное действие местного анестетика. В некоторых странах введение адевантов интратекально запрещено законом. Видите, все очень строго. Спинно-мозговой канал нельзя вводить, что попало. Как я уже сказал, фентанил это самый популярный адевант. Он углубляет и удлиняет анестезию. И при интратекальном введении рекомендуется вводить около 10-12 микрограмм. Не более 15 микрограмм. Переходим к цели 5. Процедура выполнения спинальной анестезии. Конечно же, перед тем, как выполнить спинальную анестезию, необходимо объяснить пациенту суть выполнения этой манипуляции. И, конечно же, перед операцией, перед спинальной анестезией непосредственно, необходимо получить информированные согласия пациента на выполнение спинальной анестезии. Перед операцией необходимо бинтование ног у пациентов эластическими бинтами от кончиков пальцев до середины бедер. Особенно это касается пациенток, идущих на кесарево сечение. Здесь как бы два момента необходимо учитывать. Я вам говорил, что у нас есть так называемая профилактика тромбоэмболических осложнений. С этой целью, конечно, нужно эластическое бинтование. Ну и вторая цель – это немного уменьшить объем сосудистого русла, поскольку я вам говорил, что при спинальной анестезии происходит полный паралич сосудистого русла нижней части тела. И хотя бы немножко сдемпфировать, так сказать, вот это резкое падение давления. Если у нас речь идет о плановой операции, то при плановой операции желательно назначение препаратов из группы транквилизаторов накануне вечером. Ну, может быть, обычным диазепам 10 мг внутримышечно. И, конечно, в день операции необходимо выполнить примедикацию. Утром перед плановой операцией прием воды и пищи запрещается. За час до плановой операции или сразу после принятия решения о неотложной операции желательно ввести раствор метокопромида 10 мг внутривенно. Это такие стандартные процедуры перед, в принципе, любой операцией, не только перед той, которая проходит под спинальной анестезией. Необходимо отметить, что использование атропинов при медикации не предотвращает вагусные реакции при спинальной анестезии. А вагусные реакции они практически всегда бывают при выполнении спинальной анестезии. Положение пациента на столе. Для проведения спинальной анестезии используют два основных положения больного. Первый – это лежа на боку, и второй – это сидя. Пациент сидит. Есть, конечно, еще третье положение пациента, так называемое положение складного ножа. Но оно практически не используется, поэтому я его не стал здесь приводить. То есть два основных положения – это лежа на боку и сидя. Наиболее частым уровнем пункции считается промежуток между остистыми отростками поясничных позвонков L3 и L4. И для нахождения этой точки проводят линию, соединяющей верхние точки гребней подвздошной кости. Так называемая спина-илиак-антериор-пастериор. Вот эти две точки соединяются и образуется линия, линия Тюфье по автору. Ну вот, на этом слайде видно, пациент лежит на боку. Вот это одна. Ость задняя, спина-илиака-пастериор-супериор. Спина-илиака-пастериор-супериор. Между ними проводится прямая линия, линия Тюфье. И она как раз должна приходиться анатомически на остистый отросток четвертого поясничного позвонка. И идем немножко вверх. Идем немного вверх. Здесь у нас третий остистый отросток. И между третьим и четвертым находится межостистый промежуток точков кола. При положении на боку данное положение можно использовать при возможных ортостатических реакциях. Ну, оно часто используется не только при ортостатических реакциях, но и при многих других ситуациях. Ну, я просто как пример привел. Например, ортостатические реакции после приема седативных препаратов. Или когда пациент не может сидеть. Ну, допустим, в травматологии. Если там перелом шейки бедра, допустим, то пациент не может сидеть. Ну, по понятным причинам, да? Поэтому лучше ему сделать спинальную анестезию положения на боку. Позвоночник должен быть согнут. Колени и бедра должны быть максимально приведены к животу. Подбородок должен быть прижат к груди. Голова должна находиться на одной линии с позвоночником. И спина пациента помещается на самом краю операционного стола. И второе положение, положение сидя, оно считается более удобным для выполнения спинальной анестезии. Пациента помещают на край стола. Ноги пациента ставят на стул. Опять же, здесь посмотрите, как у нас проведена линия тюфье. Вот спина лиака, пастериор, супериор. Здесь то же самое. И эта линия приходится на остистый отросток четвертого поясничного позвонка. И мы берем немножко выше. То есть пальпаторно просто. Там, где мы чувствуем провал. Это значит промежуток между третьим и четвертым поясничными позвонками. То же самое. Голова и шея должны быть максимально согнуты, чтобы подбородок касался грудной клетки. Руки пациента должны быть на коленях. Плечи опущены. Ассистент должен поддерживать пациента в целях предотвращения обморока. Ну, бывают такие состояния, когда пациент может потерять сознание или обморок. Ну, конечно, тогда в этом случае пациент должен помогать вам. До проведения спинальной анестезии необходимо заранее проверить все реанимационное оборудование и наличие медикаментов в операционных. Все должно быть готово. Необходимо установить в периферическую вену катетер большого диаметра. Обычно это G14, G16. И провести так называемую водную подпорку. После установки катетера рекомендуется ввести внутрь вена от 500 до 1000 мл кристаллоидов водная подпорка. Ну, зачем это делается? Мы знаем, что давление упадет после начала спинальной анестезии. Ну, мы как бы об этом знаем и мы к этому готовимся. То есть, вот эта водная подпорка позволяет нам немножко выиграть в этой ситуации. Давление упадет, но оно упадет не настолько может быть критически. Необходимо отметить, что не всем людям, не всем пациентам можно проводить эту манипуляцию. Водную подпорку я имею ввиду. Например, водную подпорку не рекомендуется выполнять у беременных с приквом всей тяжелой степени. Во избежание отека легкого. Таким пациентам водную подпорку проводить не рекомендуется. Конечно же, вы должны выполнить обработку места пункции для спинальной анестезии согласно местному протоколу. В каждой клинике они свои. И при использовании антисептиков, содержащих йод, хлор или фенол и каких-то других антисептиков, их остатки должны насухо удаляться сухой салфеткой с поверхности кожи. Чтобы, не дай бог, какой-то несколько молекул, так скажем, не попали в спинномозговой канал. Поскольку может быть потом осложнение, так называемый асептический менингит. Это бывает редко, конечно, но тем не менее, об этом надо знать. Ну, как я уже сказал, отметить линию, соединяющую гребни подвздошных костей между L3 и L4. Либо L2 и L3. То есть, если вы возьмете немножко выше, ничего в этом страшного нет. Необходимо отметить место пункции, нащупать так называемый межостистый промежуток, выполнить анестезию кожи и подкожно-жировой клетчатки анестетиком 1,5-2 мл. Тем же самым анестетиком, который вы будете вводить в спинномозговой канал, ну, губивокаин, к примеру. Введите иглу и продвигайте ее в строгой сагитальной плоскости и под углом 75-80 градусов. Вы должны пройти через следующие структуры. Кожа, подкожно-жировая клетчатка. Потом вы проходите надостистую связку, межостистую связку, желтую связку. Те три связки, о которых я вам говорил выше. Потом вы проходите твердую мозговую оболочку и у вас будет ощущение провала. Но оно не всегда бывает, это ощущение. Но оно может быть. Так называемая твердая мозговая оболочка. И вы попадаете в субарахноидальное пространство. То есть это то пространство, куда вы должны вести местный анестетик. После прохождения желтой связки и твердой мозговой оболочки надо вытащить мандрен и проверить наличие ликора. На вот этой картинке, на вот этом слайде, показано, как анестезиолог проходит кожу, подкожно-жировую клетчатку. Потом вы приходите на досистую связку, межостистую связку, желтую связку и попадаете в твердую мозговую оболочку, конечно. И попадаете в субарахноидальное пространство. И у вас должен появиться ликвор. Вот здесь положение больного на боку. Если у вас появился ликвор, значит вы попали в спинномозговой канал. И это служит единственным доказательством того, что вы находитесь в спинномозговом канале. Вы попадаете в центральную нервную систему. И, пожалуй, это единственная манипуляция, когда мы с помощью иглы попадаем в центральную нервную систему. Я, конечно, не говорю о трепанации черепа. Это совершенно другой случай. Но, пожалуйста, вы должны понять, что вы находитесь в центральной нервной системе. Переходим к цели 6. Возможные осложнения спинальной анестезии. Спинальная анестезия, как и любой метод анестезии, не является строго локальным. А влияет на все органы и системы больного. На сознание влияет, на дыхание, на сердечно-сосудистую систему, желудочный, кишечный тракт и так далее. Но в нашей презентации, конечно, мы в основном будем говорить только о двух системах. Это дыхание и сердечно-сосудистая система. Как я уже говорил выше, при спинальной анестезии необходим тщательный мониторинг. Постоянный мониторинг жизненных параметров. Хотя бы АД, пульс, сатурация кислорода и ЭКГ, конечно. Если у вас есть такая возможность. Ну, три параметра это обязательно. АД, пульс и сатурация, насыщение крови кислородом. При выявлении интраоперационных осложнений, таких как гипотония или брадикардия и брадикардия, необходимо немедленно провести их коррекцию. Посмотрим на эту табличку. Осложнение спинальной анестезии, она поделена на правую и на левую часть. Осложнения могут быть интраоперационные, то есть возникающие во время операции, и послеоперационные, возникающие после операции. К интраоперационным относятся гипотония, брадикардия, интраоперационная боль и четвертое, высокий спинальный блок, или высокий блок называется еще, который сопровождается нарушением сознания, параличом дыхательных мышц, гипотензией, брадикардия и если ничего не предпринимать, то остановка сердца. А к послеоперационным относятся постпункционная головная боль и нарушение функций тазовых органов. Ну, еще есть там другие, а сейчас мы о них будем говорить. Давайте посмотрим на расстройство кровообращения. Расстройство кровообращения это наиболее часто встречающиеся осложнения при выполнении спинальной анестезии. Мы их практически наблюдаем при каждой спинальной анестезии. В их основе лежит одна патофизиологическая причина. Это симпатическая блокада и как следствие этого гипотония и брадикардия. Ну, если ничего не предпринимать, то, конечно, может развиться остановка сердца. При гипотонии начинается ищемия головного мозга и больной, поскольку, или больная, поскольку они в сознании, они будут вам сразу сами об этом говорить. Что у них есть тошнота, им хочется вырвать, может быть потемнение в глазах, угнетение сознания, может быть. И мы должны немедленно, немедленно откорректировать это состояние. Коррекция артериальной гипотонии производится следующими способами. Первое это введение вазопрессоров, симпатомиметиков. Ну, я как пример взял мизотон методом тетрования. Ну, берется 20-граммовый шприц, добавляется одно деление 0,1 мизотона. Мизотона и вводится методом тетрования 1-2 мл. И второй это быстрой внутривенной инфузии кристаллоидов. Можно поднять ножной конец стола, дать ингаляцию кислорода, скорость 6-7 литров в минуту. И при развитии брадикардии необходимо ввести атропин 0,1-0,5 кубика. И чаще всего этих мероприятий бывает достаточно, чтобы это состояние скорректировать, так скажем. Второе осложнение это интраоперационная боль. Если боль возникла в начале операции, возможно, не прошло еще достаточно времени для начала спинальной анестезии. И необходимо подождать еще 5-6 минут. Если боль возникла после начала операции, то, возможно, неадекватный уровень блокады. Что-то пошло не так. И если боль возникла в конце операции, то, возможно, заканчивается действие анестетики. Я вам напомню, что бупиволкаин, такой анестетик, как бупиволкаин, его время действия от 90 до 240 минут. То есть от 1,5 часов до 4 часов. Но иногда бывает, что и раньше заканчивается действие анестетика. Если операция, скажем, затянулась, то может и не хватить времени действия анестетика. Конечно, если, скажем, интероперационная боль возникла, то можно больного немного подгрузить. Либо кетамин 25-50 мг плюс транквилизатор. То есть поскольку они не влияют на дыхательный центр, это считается оптимальной, так скажем, комбинацией. Ну, или же второй способ, это фентанил 25-50 мкг плюс транквилизатор. Если эти методы неэффективны, то необходимо выполнить переход на общую анестезию с интубацией трихеи и искусственной вентиляцией легких. Ну, здесь необходимо сказать, что не всегда спинальная анестезия приводит к эффекту. Вот, где-то в 5-10% случаев, то есть это получается один больной из 10, спинальная анестезия может не развиться. В чем причины? Непонятно. Вроде ты попадаешь в спинномозговой канал, ты видишь, что появился ликвар, ты вводишь местный анестетик, а тем не менее спинальная анестезия не возникает, не начинается. Ну, и непонятно, с чем это связано. Может быть, индивидуальная какая-то нечувствительность к этим местным анестетикам, может быть, это партия препарата какая-то бракованная. В общем, причин много. Следующее интероперационное осложнение – это высокий спинальный блок, к счастью. Бывает очень редко, но о нем надо знать. То есть, что здесь происходит? Нарушение сознания вследствие гипоксии, паралич межребренных мышц, диафрагмы, гипотензия, брадикардия. Если ничего не предпринимать, либо неадекватное лечение ваше, то может возникнуть остановка сердца. Нарушение дыхания развивается из-за блокады корешков, иннервирующих диафрагму. С3, С5. Смотрите, насколько высоко может подняться местный анестетик внутри спинномозгового канала. Аж до С3, С5. Это до шейного отдела практически. И начинаются жалобы пациента на онемение в руках и слабость. Появляются жалобы на нехватку воздуха, затруднение дыхания. Может развиться паника. Как у любого человека, находящегося в гипоксии, может развиться паника. Помощь должна оказываться немедленно. Пациента необходимо успокоить, дать ингаляцию кислорода. При дальнейшем развитии, если она развивается, острые дыхательные недостаточности, производит вспомогательную ИВЛ или выполняет интубацию трахеи, плюс искусственной вентиляции легких. Потом стабилизирует гемодинамику и при необходимости, если возникла, конечно, остановка сердца, проводит СЛР, сердечно-легочную реанимацию. К счастью, высокий спинальный блок развивается очень редко. Следующее осложнение это постпункционная головная боль. Это уже послеоперационное осложнение. Она может развиться в первые-третие сутки после спинальной анестезии. Боль появляется при вертикальном положении тела и это имеет дифференциальное диагностическое значение. Локализация боли чаще всего в лобной и затылочной области не сопровождается ригидностью мышц, что очень важно тоже понять, то есть это не какие-то менингиальные проявления. И причина этой постпункционной головной боли истечение ликвера через твердую мозговую оболочку из спинномозгового канала и падение давления в спинномозговом канале. Давление жидкости в спинномозговом канале. Почему так происходит? Потому что в твердой мозговой оболочке у нас есть дырочка. Я вам выше говорил, что от размера иглы зависит частота возникновения постпункционной головной боли. Чем меньше диаметр иглы, тем реже возникает постпункционная головная боль. И при использовании ультратонких игл G29-32 постпункционной головной боли практически не бывает. Ну, посмотрим на вот этот снимочек. Это у нас твердая мозговая оболочка и мы видим отверстие. То есть, пункция твердой мозговой оболочки спинальной иглой. Конечно, это секционный материал, скорее всего, потому что я не могу представить, как могли у живого человека взять, сделать такой снимок. Вот, посмотрите. Это у нас отверстие в твердой мозговой оболочке после пункции. И это отверстие напоминает вскрытую консервную банку. Так называемый феномен вскрытой консервной банки. Ну, чтобы вам было понятнее, я вам объясню, что если мы пунктируем, скажем, мягкие ткани, да, то после удаления иглы края раны всегда смыкаются, слепаются. А при пункции твердой мозговой оболочки остается у нас отверстие. Ну, это отверстие тоже, конечно, не на всю жизнь, оно тоже закрывается, но немного время уходит на это, где-то, может быть, 5-6-7 дней уходит. Но за это время, пока отверстие есть, спинномозговая жидкость истекает из спинномозгового канала и происходит падение давления спинномозговой жидкости в канале. И это вызывает вот эту самую постпункционную головную боль. Лечение постпункционной головной боли заключается, первое, это постельный режим, пару-тройку дней, обильное питье, обезболивающее, можно обычный парацетамол, можно парацетамол с добавлением кофеина, вот этот цитрамон, такой препарат есть, либо кофеин, содержащий напитки. Ну, как в качестве примера, я вам привел один, только Red Bull, там есть кофеин. Или же можно назначать кофеин в виде инъекции. Так тоже можно. И к поздним осложнениям спинальной анестезии относят неврологические расстройства, включающие в себя травматические повреждения спинного мозга, либо корешков спинного мозга, иглой. Ну, я вам говорил, что иногда спинной мозг может быть длиннее, чем в норме. Обычно заканчивается на L1, L2, но может быть и до L3, до L4. И, конечно, если вы пунктируете, то можете травмировать спинной мозг. Инфекционные осложнения могут быть, если, конечно, не соблюдать правила септики, антисептики, если в области пункции есть какие-то абсцессы, фурункулы, флегмоны, а вы пунктируете, и вы заносите иглой инфекцию спинно-мозговой канал в центральную нервную систему, по сути дела. Также возможны ишемические расстройства, если, конечно, в качестве адеванта использовался адреналин. Но сейчас уже, конечно, эти вещи уже делать нельзя. Сейчас в качестве адеванта используются только в основном наркотические аналогетики, это фентонил, либо морфин. Такие вещи, как адреналин, уже нельзя делать по современным, так скажем, стандартам. Инфекционные осложнения бывают, они являются редкими, но бывают. К инфекционным осложнениям относят бактериальный менингит, энцефалит, могут быть абсцессы вместе с пункцией, уже нехорошо. И лечебная тактика этих осложнений это антибиотикотерапия, лечение антибиотикой. Ну, выше я вам сказал, что, возможно, так называемый асептический менингит, если вместо пункции обрабатывалось какими-то йод-содержащими веществами, поверхностно-активными веществами, какие-то другие детергенты, то есть моющие растворы, которыми обрабатывали кожу в области пункции и потом насухо не вытерли кожу, то какое-то количество, может быть, несколько там миллимилли микрограмм, микрограмм может попасть чисто теоретически в спинномозговой канал и вызвать асептический менингит. К счастью, это тоже бывает редко. Переходим к цели номер 7 ранний послеоперационный период после спинальной анестезии. Операции после операции под спинальной анестезией обычно проходят очень гладко, если, конечно, все укладывается во временные рамки действия местного анестетика. После окончания операции после спинальной анестезии пациент может быть переведен в общую послеоперационную палату через 1-2 часа, если все идет гладко. Показаниями для наблюдения в отделении реанимации и интенсивной терапии служат нарушение дыхания во время операции и нестабильная гемодинамика. При развитии каких-либо неврологических осложнений необходимы консультации невропатолога, таких как нарушение функций тазовых органов, синдром конского хвоста и других. Но это, конечно, уже отдаленные нарушения неврологические. И в заключение хотелось бы сказать, что метод спинальной анестезии является эффективным и недорогим методом интероперационного регионарного обезболивания. Особенно хотелось бы подчеркнуть, что он очень недорогой, что немаловажно в странах с ограниченными ресурсами на здравоохранение, такими как наша страна Кыргызстан. этот метод должен пропагандироваться и использоваться как можно чаще при отсутствии противопоказаний. и это последний слайд моей презентации логотип моего курса GoBLS дан адрес моей электронной почты пишите мне на электронную почту либо можете писать мне на YouTube канал напрямую а также даны мои адреса в Facebook и в Instagram пожалуйста следите за моими постами пишите ваши вопросы если таковые возникнут. Спасибо вам за внимание всего вам хорошего до свидания